Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в Белой студии один из самых многогранных деятелей российского телевидения и кино. Основатель популярного кабаредуэта Академия, создатель и ведущий многих юмористических программ. «Большая разница», «Хорошие шутки», «Прожектор» Пересхилтон. Как кинопродюсер он снял сериалы «Мажор», «Метод», «Саранча», «Форца», «Территория» и «Спарта», которые получили признание среди зрителей и профессионалов. А также впервые были куплены крупной международной компанией «Нетфликс». В Белой студии продюсер Александр Цекало. Александр, мы начинаем с детства, из тех произведений, которые запомнились, пока вы были маленьким. Фильм «Внимание, черепаха». Вы назвали? Это было, по-моему, в первом или во втором классе. Я был в городе Герои Киеве. Тогда была традиция водить класс полностью. Я тоже так же ходила. И повезти в кинотеатр или в филармонию на какие-то классические концерты. Во-первых, это прекрасное кино. И прекрасное кино до сих пор. И вообще все, что делал Ролан Быков, это прекрасно. Я фильм этот знаю наизусть. Для меня это было что-то невероятное. Тогда вообще еще не было злого кино. Поэтому «Черепаха под танком» – это, наверное, самая большая была трагедия. Кто-то плакал. И когда там кричал он «Там черепаха!» Это я вот до сих пор помню весь зал сидел. Там же еще были потрясающие сценаристы. Семен Лунгин и Илья Нусинов, которые написали потом «Добро пожаловать посторонним в ход воспрещен». Да, это еще одно прекрасное кинотеатр. Потрясающее, да. Поэтому там особенный юмор. Там так интересно были расписаны образы. Эти девочки-сплетницы, Манукян, Баталов. Там вообще прекрасный актерский состав. И все это главное было похоже на то, что есть в каждом классе. Все себя узнавали при этом. Я думаю, поэтому еще это считывалось. Все, что Быков делал, это было прекрасно. Вообще кино Ролана Антоновича, наверное, он как никто, пожалуй, умел рассказывать о детях без вот этой вот какой-то приторности, с одной стороны. С другой стороны, с огромной любовью к ним. Даже вот, если помните, там вот эти портреты крупные детей. И можно смотреть бесконечно за ребенком, который... Еще музыка прекрасная была на этих панорамах, когда показывали детей, кто чем занимается, кто что рисует. Ну, это Андрей Петров, наш выдающийся композитор для кино. Чего? А вот ты смотришь. А, елочка у тебя получилась. А сейчас что получишь? Нет, смотри. А чего вот это я рисую? Нет, не так. А что еще я рисую? Не знаю. Смотри. Елочку. Нет. Деревица. Нет. А что ты рисуешь? Это же листья. Другой фильм, очень знаковый Ролану Антоновичу, «Чучело». Это мощнейшая картина. Это был шок. Потому что вот как раз закончилась прекраснодушие такое вот советское. И вдруг уже, ну, уже подкрадывалось что-то такое, что, ну, за кулисами там не все в порядке. И это же не вдруг случилась история, там, девочки, которую сыграла, Кристина Арбакай. А это же, это вообще было всегда, просто об этом не говорили. Не всегда у нас было внимание черепаха с виноградинками, которую на солнце герой смотрит. Вот. А было и такое. Поэтому это, конечно, было страшно. Травля детей. У нас же такого понятия, как вот сейчас говорят, буллинг, да? В общем, из Америки пришедшая, потому что там достаточно серьезная проблема. У нас как-то это никогда не обсуждалось? У вас были какие-то моменты, когда вы сталкивались с непониманием других детей? Да нет, я в своем классе, я не могу сказать, что я контролировал свой класс. Нет, но я был один из лидеров, я играл в ансамбле на гитаре, а мальчики, которые играют на гитаре, они не подвергаются буллингу. Я почему-то вспомнил сейчас, может быть, не совсем кстати, но я ездил в Голландию учить английский язык. Это такой был интенсивный курс недельный. И один педагог мне дал изучить текст, а это было такое эссе, написанное Стивеном Кингом. Он просто показал мне это эссе, потому что там прекрасный английский язык. Стивен Кинг каялся в этом эссе о том, что он написал рассказ о ребенке, который пришел в школу и расстрелял класс. И до этого рассказа этого не было нигде и никогда в мире. А потом, спустя какое-то время, это стало происходить. И он писал о том, насколько надо быть ответственным творческим людям, которые что-то делают. Неважно, это музыка, кино, литература, изобразительное искусство. Что как это может намотаться на что-то, что на самом деле под собой имеет ужасную основу. И он, получается, подсказал. И вот он прямо, это было такое эссе в виде покаяния. Понятно, что он не виноват, он никого же не виноват. Ну, конечно. Но, тем не менее, он принял это на себя. И это было очень красиво, достойно и страшно одновременно. Вот это его такое письмо общественности. А вас не смущало, когда вы делали метод, что, коль скоро вы уже к тому моменту прочитали слова Стивена Кинга, все-таки действительно вы там рассказываете в каждой серии истории маньяков, сумасшедших людей? Меня не смущало, когда мы делали метод «Ничего», потому что мы метод снимали и писали про любовь, а не про маньяков. И один из эпиграфов, у каждой серии был эпиграф. Один из эпиграфов, он, наверное, один из самых главных. Про детей, да? И еще ни один ребенок не умер от объятий матери. И метод был не про маньяков, а про то, как ими становятся, и все там в детстве. И знаете, на премьере была мама Кости Хабенского. Мама в школе работает. И он позвал маму как камертон, потому что он сам боялся. И была премьера двух серий. И серии были не первая и вторая, а третья и четвертая. И там как раз был клуб «Романтик», где... Самая страшная серия. Где одна из, да, для меня самых страшных серий. Потому что там детей. Да, дети. И она... И вот мы вышли на улицу, и все такие вышли. Ну, я точно был под впечатлениями. И вот мы стоим. Я, Костя Хабенский, его мама. И он смотрит на маму Костю. Что она сейчас скажет? И она говорит, спасибо, что вы вот про этот... Про этих детей сделали. Потому что я-то в школе работаю. И я знаю, что происходит в семьях. Только никто об этом не говорит. Учителя не могут это побороть. В американских школах дети ходят к психологу регулярно. Канцлора, то, что это называется. И рассказывают, что происходит у них в семьях. Или в классе. Там, кто их там достает, не достает. Что в семье происходит. Для американских школ это вообще сверхсерьезная проблема. И вот один из сериалов, который вы назвали как... Ну, один из удачных новых сериалов, которые вы посмотрели. Он еще не переведен на русский язык. «13 причин». Почему? Да. «13 Reasons Why». Netflix сделал этот сериал. Он действительно очень такой интересный по форме. Там девушка окончает жизнь самоубийством. И она оставляет кассеты, в которых... Каждого из своих друзей... Описывает, как бы, в чем он виноват. Почему она ушла из жизни. Меня эта история зацепила своей формой. И то, что они использовали кассеты. И то, что главная героиня живет в благополучной семье. Очевидно, когда неблагополучная семья, то там что-то происходит. А у нее очевидно благополучная семья. Казалось бы, а что может произойти с девочкой? Девочка не глупая. Девочка у нее... Она не пустой бамбук. Она начитанная, образованная, ироничная, симпатичная. Как же могло случиться? Все понимает. Все понимает, как выстраивать отношения. Почему же так случилось? Как такое количество людей вокруг нее смогли проглядеть, не заступиться, не взять за руку, не спросить? Ее мама лишний раз не могла спросить. У тебя все в порядке? Пойти в школу, выяснить, все в порядке. Но сейчас все посмотрели «Покидая Неверленд». Это все там, знаете, это звенья одной цепи в конечном итоге. Чучело «13 причин почему? Покидая Неверленд». Ну, и Стивен Кинг даже, о котором я упомянул. Это на самом деле дикая ответственность за того, кто рядом. Ну, так не может быть. Да. Ну, вот вы правильно провели, в общем, наверное, эту параллель. Можно даже вспомнить еще один фильм, который тоже вы упоминали. «Благослови зверей и детей». Тоже про ребят, которые подвергаются в лагере такими мальчишками, которые более сильны ужасным, в общем-то, унижением. И в результате находят силы друг в друге. Вот это как раз, можно сказать, счастливая история, да, такого эскейпа из вот этого мира жестокости. Почему кто-то находит этот выход, а кто-то нет? Что помогает найти этот выход? Слушайте, ну, вы знаете, это же... Что такое кино, картины, музыка? А сейчас сериалы, которые стали важнейшим из искусств. Это все идентификаторы жизни для людей. И в данном случае, на сегодняшний день по сериалам, чуть ранее больше по кино, люди учились жить, любить, выживать, сопротивляться. Фильм «Благослови зверей и детей» – прекрасное американское кино, которое мне посчастливилось посмотреть в такое застойное советское время, эти кинолектории, так называемые, куда привозили прекрасные фильмы. Этим людям всем надо им ставить памятники из золота. Людям, которые привозили эти фильмы, и под видом кинолектория, это же не в прокате было, это все было в каких-то домах культуры. Люди приходили сделать, выражаясь языком Акуджавы, глоток свободы, потому что там можно было что-то вздохнуть. Я не выходил оттуда, я в туалет не хотел выйти. Я просто смотрел на этот экран, и это что-то другое. Не в смысле, что это какая-то другая страна, Америка, другие истории. И там есть решение проблем, там не просто, как все плохо или как все прекрасно. Поэтому этот фильм так решил, научил справляться с проблемой. А как в жизни оно бывает? Ну, в жизни бывает по-разному. Бедная девочка, она собралась топиться. Пусть отмокнет хорошенько. Может, будет поменьше вонять. Вы все еще пожалеете, когда я умру. Ладно, пошли отсюда. Пока, девочка. Что ты здесь делаешь? Кто тебя зовут? Джеральд. Джеральд Гуднелл. Ты можешь звать меня Картоном. И сколько ты собираешься там сидеть? Какой смысл топиться самому? Когда я зол на кого-то, то скорее убью его, а не себя. Я не хочу никого убивать. Знаете, есть еще такой момент. Вот вы упомянули, покидая Неверленд. И, в общем, многие говорили в связи с этим, действительно, о вине родителей. Не только в том смысле, что они не доглядели. Но в том плане, что многим родителям льстило, что вот их ребенок вызывает внимание такой суперзвезды, да, как Майкл Джексон. И вот это часто достаточно вот эта амбициозность родителей, которым кажется, что вот они своего ребенка куда-то там... Я бы даже сказал, амбициозность мам почему-то в большей степени, чем пап. Да и пап меньше. Мы вот смотрели с Тариной, с моей женой, мы смотрели вместе. Там же пап почти нет. Не знаю, как к этому относиться, но мама... Почему мамы так радуют за то, чтобы дети стали звездами? Я думаю, что вообще родители хотят в детях увидеть то, чего не нашли в себе. И иногда это... Родители думают, что они могут исправить ошибки там, наверное, детей. Ну, это тоже. Где на это выучиться, чтобы не совершить такой поступок? Ну, конечно, это кино. Документальное кино, это было, скажем так, не про Майкла Джексона. Ну, оно совсем... оно как раз про маму. Абсолютно. А где вот разница между той амбицией, которая тебя двигает вперед, и той амбицией, которая... Все испортит. Думаю, это... Разница лежит на такой полянке, на которой разбросан вкус, образование, наверное, происхождение. Ну, что-то же там с поколения в поколение закладывается, что-то саморазрушительное или что-то самосозидательное, что-то передается. Мои родители хотели, чтобы я был инженером, и я в девятом и в десятом классе ходил на дополнительные занятия по математике. И я ездил на Подол, там жил педагог Савелий Натанович Рабинович, который был в состоянии отъезда. Этот человек мне... Ну, вот он странным образом... Причем я уже был, в общем, такой вполне себе пубертатный подросток. Вот. Но тем не менее, он каким-то образом умудрился заложить в меня за два года. Я два года занимался. Он мне между занятиями, он уходил куда-то в глубину своей коммунальной, ну, коммунальной квартиры. Оттуда пахло вкусно жареной картошкой с чесноком. Он уходил поесть. У меня было с собой яблоко. И он мне приносил два года. В течение двух лет. Он мне приносил читать... Это были книги с репродукциями разных художников. Он мне спрашивал, ты знаешь, что такое Тулуз Латрек? Нет. Сейчас. Приносил, открывал книжку, смотри. И так он мне все время носил какие-то книги. И он мне сказал, уезжай из этого города. Я ему говорил, что мои родители хотят, чтобы я поступил в Киевский политехнический институт. Я не поступил, к слову сказать. Меня не приняли. Это... Не буду тратить эфирное время. Это отдельная тупая, несправедливая история. Но я ему очень благодарен, что меня не приняли. Ну вот мне такой встретился человек. И он вдруг как-то повлиял на меня. Он меня услышал. Он меня готовил. Готов был за меня написать все, сдать эту математику, физику сложную. Ну вот. А родители мне говорили, не надо никуда ехать. Осторожно. Там Москва, знаешь. А когда с вами случилась эта несправедливость, что вас не приняли в институт? Вот ведь когда в столь юном возрасте ты сталкиваешься с этой несправедливостью, но... Я тогда, извините, что перебиваю. Я так коротко очень расскажу, в чем несправедливость. Он меня научил... В математике есть такой термин теория вероятности. И там все записывается символами. И уравнение можно доказать в одну строчку, просто написав вот так вот там 15 символов. И когда был письменный экзамен по математике, я сдал три строчки. Вот три строчки. Сам сидели педагоги. И они посмотрели, значит, ответ правильный в конце, они говорят. А решения нет. Я говорю, есть, вот оно, вот эти символы. Только я не писал. Теорема решается таким... Там все, все, все в символах. Педагоги вообще не знали, что это такое. И поставили мне три. Я говорю, если я неправильно решил, поставьте два. А если правильно, пять. А они поставили три. Вообще несправедливость это то, что вызывает у человека однозначный и очень сильный протест. Пожалуй, самый большой. Вообще любые конфликты между людьми, они, как правило, связаны с вот этим внутренним ощущением несправедливости. Вы как с этим чувством справились? Гнева, да, который возникал? Я уехал в Москву. Ну, я до этого уже слышал несколько раз о том, что пятая графа, пятая графа и так далее. Ну, и это в Киеве, это было достаточно... Ну, такой... Там всегда был антисемитизм, но когда приближалось время к поступлению в институт, то об этом заговаривали уже немножко с другой интонацией. То есть фильтровали людей с пятой графа. Но я понял, что... Я не хочу. Ну, я вот такой себе. Я председатель клуба любителей трудностей. Как председатель этого клуба, вот скажите, наверное, самое интересное, что у вас хочется узнать. Я не знаю другого человека, который бы прожил столько жизней. И при этом в каждой из этих жизней вы добились определенного успеха. То есть стали заметным игроком в той сфере, которую вы выбрали. Это с чем связано? Я думаю, что как раз город Киев научил меня прыгать. А может быть, перепрыгивать или запрыгивать. Я все время куда-то запрыгивал. Во что-то новое, интересное. Я понимаю, что... Я сам был в такое время, когда я пытался себя... Занимался самоантропологией и препарировал себя и думал, ну, как вот есть же люди, которые занимаются чем-то одним всю жизнь. И когда занимаешься чем-то одним всю жизнь, то естественным образом, ну, так проще добиться наибольшего успеха. Почему у меня вышло так, что я сначала этим занимался, сначала там... Я вообще начал сначала писать сценарии, потому что никому песни мои были не нужны. Я на шаболовке писал сценарии для детской программы «От чего и почему». Для меня это было немножко для будильника, но больше для «От чего и почему». То есть я, возможно, даже смотрела программы, написанные вами? Возможно, потому что там был квартет. И мы там пели песни на стихи Хармса, читали стихи Хармса. Это в каком году? Сейчас скажу. Это был 88-89 год. И я... Мне сложно было. Я пытался в Останкино, и я хотел в утреннюю почту, песни там, да. Но я понял, мне надо начать с детей. Я любил детские стихи, я знаю много детских стихов. Мы пели песни на детские стихи. Уолтер Деламер, Уильям Джей Смит, Вадим Левин, Владимир Орлов. Прекраснейшие детские стихи. Я уже не говорю о Хармсе, о котором так любить детей, так смешно и абсурдно писать про Ивана Топорышкина и про всех остальных, 40 сыновей и так далее. Да-да, вы знаете, вы знаете. Да, вы знаете, что у... А вы знаете, что у... А вы знаете, что у папы... Что у папы моего было 40 сыновей. Я снял для чего и почему. Ну, мы снялись по моим сценариям. По-моему, было 5 программ. Это было прекрасное, счастливое время. Не знаю. В общем, я... Дело в том, что я всегда занимался тем, чем мне нравится. Может быть, в этом какой-то успех. Как сложно оставить дело, которое у тебя на самом деле хорошо получается. Ну, смотрите, с Кабарет, Дуэт, Академия вы были одними из самых известных артистов в стране. Вы стали звездой. Это вообще мало кому удается. Потом вы стали ведущим телевизионным. Тоже сверхпопулярным, очень успешным. Очень успешным производителем телевизионных программ. Программы там вами произведенные получали всякие награды и так далее. Каждый раз вы уходили. Но, во-первых, не страшно ли это так вот уйти? Почему, будучи там, условно говоря, совершенно реализованным, успешным в каком-то деле, вам хотелось перепрыгнуть в какую-то еще историю? Ну, я не знаю. Во-первых, по-моему, это прикольно. Меняться. Меняться и улучшаться. Прикольно учиться, да самообразовываться, не останавливаться. Да, можно было как-то там тихо пожинать лавры и еще что-то. Но мне это просто было скучно. А поскольку я вообще пришел из театра, если так можно сказать. Я изначально, там, начиная с 12-14 лет, я читал поэзию всю, какая есть, вот издавалась в СССР, пьесы советских драматургов, американских драматургов. И это все во мне накопилось так, видимо, что когда сериалы стали... Когда наступил золотой век драмы, он сейчас до сих пор происходит, вот, мне показалось, что я понимаю, как это делать. Я понимаю, и мне это интересно делать, и драма это океан. Потому что драма это человеческие истории, а интересней, страшней, смешней. Все прилагательные, чем человеческие истории, нет ничего. Я в этом увидел просто какую-то возможность высказываться. Сейчас мы уже вас воспринимаем серьезно, сколько прошло лет. На тот момент, когда вы решили этим заниматься, вы воспринимались как смешной человек, прежде всего. Что такое цикало, это смешно. Это было трудно, изменить вот это ощущение в отношении себя? Да, никому не было понятно, с каких пирогов я вдруг захотел снимать русскую версию английского сериала «Обратная сторона Луны». Я звонил режиссерам, и они говорили, еще раз, вы Александр Цикало, да? Который из дуэта «Академия». Да. И вы ищете режиссера для сериала. Да. А кто сценарий писал? Это юмористический сериал? Нет. Ну, пришлите. И актерам также я звонил, и сценаристам я звонил. Отдайте мне, покажите мне то, что никому не показывали. Я с этого начинал. Покажите то, что вы даже не в столе у вас лежите. И я сталкивался с этим. Да вы знаете, я думаю, что до сих пор это происходит. Ну, я думаю, что до сих пор те, кто этим занимался, до меня успешно, менее успешно, неважно. Те, кто занимался этим, я там 11-12 лет этим занимаюсь, кто-то занимался всю жизнь. Я для них тоже, ну, знаете, там, выскочка. Ну, или как, не знаю, как они меня там считывают. Я не очень интересуюсь этим. Но, наверное, это есть. Мне просто это интересно. И все. А вы, кстати, с Владимиром Зеленским знакомы по, ну, как бы, жизни? Я многократно пересекался с ним, особенно, когда производил в Украине большую разницу. Я тогда, ну, был период, когда я производил там большую разницу, и сериалы туда продавались до начала конфликта. Да, я знаком с Володей, когда он был, он был КВНщик известный, он был генеральный продюсер канала «Интер». Потом они перешли на канал «Один плюс один». Я знаком с ним. Вот кому нужно тоже доказывать сейчас, что он не шутник, да? Давайте посмотрим, что сделает Зеленский, когда станет президентом. Сначала посмотрим, что он будет делать. А потом будем радоваться, что кто пришел вместо Порошенко. Знаете, так часто бывало в Украине, в России, в основном это бывало с разными министрами, когда люди, артисты чаще говорили, ой, скорее бы уже какой-нибудь пришел бы. Но потом приходил новый, говорили, боже мой, да где ж ты, надо было его на руках носить, ему надо было сдувать пылинки с него. Вот такой вот пришел, пришло, пришла и так далее. А как вам кажется, Зеленский, ну вы его знаете, да? Как вам кажется, стоит радоваться нам, что он пришел? Не думаю. Да? Не думаю. Он очень сильно вовлечен в распозиционирование России и Украины. Ну, это не значит, что я несерьезно отношусь к нему как к кандидатуре будущего президента. Почему нет? Кто будет за меня голосовать, ребят? Если я действительно, ну, пойду в президенты. Ну, поднимите руки, пожалуйста. Ну, пойдем. Алле, ребят, вы что, все с ума сошли или что? А что вы говорите? Разве так можно? Ну, ладно. Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал, и все. Все уже готовы за него голосовать. Не надо вестись на всякую вот эту вот рекламу. Вы же выберете человека, а не йогурт. Я просто вам показал технологию, как это работает. Вы сказали, что одним из ярких впечатлений для вас последнего времени была речь Джоан Роулинг перед студентами Гарварда. Она говорила там, в частности, о роли неудачи. Как человеку, который много пробует, вам тоже приходилось сталкиваться с неудачами? Конечно. Это хорошо. Это отрезвляет. Это... Но слабых это не отрезвляет. Слабых это вводит в состояние депрессии. Я думаю, что я не слабый. Меня это бодрит. Нет. Но были неудачи. Была остановка второго сезона «Обратной стороны Луны». Такого еще у меня вообще не было ни разу. Просто сериал после девятой серии... А вот каково это? Это нехорошо. Это же как бы публичное, в том числе, публичное признание неудачи. Потому что пока как бы сериал идет, ты еще можешь сказать, что типа, ну, там понравился, не понравился. Это такое публичное признание того, что... Да, это неудача. Там есть несколько конспирологических версий. Почему его закрыли? Потому что на канале случались показы сериалов с меньшими цифрами. Но их не закрывали. Вот. Я сейчас не буду вдаваться в подробности этих конспирологических версий. Но сам факт, что сериал был остановлен, это больно. Ну, потому что это делалось долго, с любовью. И самое удивительное, с любовью к стране. Там очень много всего хорошего, доброго, ироничного. Ну, что-то не зашло. Это очень плохо, потому что актеры, режиссеры и жили этим год. Ну, 17 серий. Он как первый сезон был 17 серий, потому что последние сдвоены. Это снималось полгода, это писалось полтора года, это пост был полгода. И столько лет жизни отдали. И так... Ну, это очень жестоко же. Жестоко, да. Ну, жестоко. Но я подумал, что это знак, даже сейчас без всяких конспирологических версий, что это хороший знак прийти в себя. Нет, не то, что я там перестал здороваться с кем-то уже к тому моменту. Ты кто? Нет, такого не было. Вовсе не было. Но просто, может быть, меня немножко предупредили, так, потормошили. Так, спокойно. Ты еще не... Ты вообще никогда... Ты же сам себе говорил. Ты никогда сам себе не скажешь. Ты уже... Уже ты... Нет, не гнезя вообще, это никогда нельзя. Ты еще, 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 еще надо учиться и стараться. И столько всего. И я думаю, что это был первый сигнал для того, чтобы я задумал быть не только лучшим производителем в стране, но начать производить что-то, что было бы интересно в мире. Тогда были задуманы попытки что-то продать, показать. Никто вообще в это не верил. И все это продолжается. И эта история, эта линия, она ведется и осуществляется. И я буду производить международный сериал. В фильмах о любви «Осень в Нью-Йорке» фильм очень неожиданно, так скажем, трагический, потому что он, в общем, идет как такая привычная мелодрама, и вдруг в совершенно фантастической сцене, вот где они все в больнице ждут результата операции, я думаю, ни один зритель не ожидает, что операция прошла неудачно, и девушка умерла. Ну, возможно, в тот момент, когда я смотрел «Осень в Нью-Йорке», может быть, я был в каком-то, я не помню, что там такое в моей жизни было и в каком году я смотрел, но вот в этом настроении это очень сильно влияло. «Осень в Нью-Йорке» там, американское кино больше заточено на счастливые финалы, чем российское, потому что у нас все-таки через страдания, вот мы начитались Достоевского все-таки, я даже считаю, что мы его перечитали. Мы его породили еще. Да, мы его породили. Изначально. И вот много хэппи-энд, хэппи-энда, а здесь не хэппи-энд, и это был шок, наверное, еще и поэтому, потому что авторы фильма, ну, они осознанно это приняли, и это было честно. Для меня в тот момент это было как-то вот честно. Для меня это было честнее. Для меня это было американское, русское кино. А вы что испытали в тот момент, когда по лицу доктора стало понятно, что она все-таки умерла? А у меня слезы появляются на глазах, я плачу, я не стесняюсь этого. Мне, если мне вот грустно, у меня укол в сердце произошел, я могу заплакать. Ну, а зачем? Мы столько, столько у нас в стране мы сдерживали друг друга, рожденные с заточкой на поражение люди. Ну, подвиг, страдания. Еще хорошо бы в тюрьме посидеть, опыта набраться. Что это? Войну пройти. Почему? Почему? Тут еще важный момент в этом фильме, что все-таки, несмотря на то, что конец не happy end, но главного героя... Кино светлое. Да. В нем есть вот этот свет, потому что главный герой, безусловно, он отмечен этой историей любви. И он не будет больше таким, каким он был. Это понятно, очевидно. Да, это совершенно... Вы сейчас очень правильную вещь сказали. Это не просто был, а давайте шокировать зрителя, убьем главную героиню, все-таки умер с ним. Потому что у каждого героя была своя арка, и каждая арка закончилась в определенной логике. В неизлечимых болезнях никакого другого финала быть не может. А в том диагнозе человеческом, который был у героя, было возможное изменение. И эта любовь его изменила. Поэтому финал грустный, но светлый. Или трагический, но все равно светлый. Это правда, да. Вам близка эта идея, что любовь меняет? Потому что вот вторая книга, которую вы назвали, это «Мастер и Маргарита», меняет траекторию. Вот то, о чем вы сказали. Может изменить эту траекторию? Я это сейчас знаю, как никто другой. Это да. То есть вам-то очень пишут булгаков, что любовь выскочила между ними, как какая там цитата, когда они встретились. Не помню, как что любовь там выскочила. Да. Ну такое резкое узнавание, что это твой человек. Ты мой человек. Это очень важно. Сказать друг другу. Ты мой человек. Да, конечно, меняет. Все меняет. Все. Цвета, вкус. Все. Без этого нельзя. Но столько много литературы и фильмов сняты о том, как людям сложно при этом, в этой ситуации, да? Ну, как правило, собственно, и «Мастер и Маргарита» тоже об этом. Это всегда сложно или это может не быть так сложно? Любить? Любить и позволить себе любить. Это, конечно, проще всего вообще ничего не испытывать. Не сражаться, не бороться. Не бороться за любовь, не бороться за свое творчество, не бороться за своих детей, не бороться за свои убеждения. Так проще, так спокойнее, так, наверное, даже дольше можно прожить. Не знаю. Но это, слушайте, это кто на что учился. Ну, вот есть люди, которые так устроены, а есть которые... Я же говорил, что я все время куда-то... Я все время джамп-ин. Угу. Прыгать. Да, я куда-то впрыгиваю. И это было всегда в работе. И поэтому для меня другого вообще варианта не было. Любовь важнее всего. Вообще важнее всего. Даже важнее работа. Я думаю, что без любви правильного всего в работе не будет. А в работе можно без любви. Ну, так, на автомате, на связях, на деньгах, на финансовой свободе, на опыте. Бла-бла-бла. Ну, там есть предел. А любовь раздвигает горизонты. Я так думаю. Потому что как наркотик, но только естественный, который нельзя купить. А как вы думаете, вот эта способность встретить любовь? Ее распознать? Она всем дана? Мы просто не замечаем? Или она вот кому-то дается, как мастеру Маргарите? Или как Ричарду Геру и Веноне Райдера, вернее, их героям в осени в Нью-Йорке? Ведь они тоже увидели друг друга вот с первого взгляда? Не знаю. Как это происходит, я не знаю. Может, заслужить надо это? Чем? Всем. Ну, у меня есть ощущение, что надо заслужить. Случай, судьба. Я не знаю. Я думаю, что нужно через что-то пройти. Вот у Джоан Роулинг речь, которую мы уже упоминали, она начинается с того, что я подумала, что бы я сказала себе, когда мне был 21 год, как выпускникам, к которым она обращалась. Что бы вы себе сказали 21-летнему Александру Цыкову? Отсюда? Вы знаете, такой вопрос требует какого-то невероятно правильного и красивого ответа, цитаты какой-то. И после этого идут титры. Вот. И вот зритель вот услышит мой ответ и сделает так. Ой, какой же все-таки он. Ой. Титры там запланированы. Да, да, я понимаю. Когда вы закончите. Я понимаю. Есть песня у Максима Леонидова. Письмо самому себе. Где он поет, если бы я мог написать себе в 78-й год, вот, то я бы это не сделал бы, я бы это не сделал. Дело в том, что я сейчас нахожусь в состоянии такого невероятного счастья, что что-то там советовать 21-летнему себе, чтобы он там наступил на бабочку. И что-то, и что-то бы изменил, и это могло поменять то, что сейчас есть у меня, я бы ничего ему не сказал. Давай, давай, все делай, как делаешь, я бы сказал. Потому что никто не знает, где там, что бы, как там, эти вот, эта точка между ординатой абсциссы, все вот это вот. Так как куда он приведет, я ничего не хочу. Вот то, что есть сейчас, для меня очень дорого и близко. И я очень люблю Дарину, свою жену. И для меня сейчас это очень, это самое важное. Ничего, что там было, не важно, что там сзади. Важно, что впереди. Поэтому я бы ему и сказал, смотри вперед, давай топай, я тебя здесь жду. А сейчас титры? Конечно, 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 конечно. Субтитры подогнал «Симон»